Добрый день, дорогие друзья! С удивлением, кстати, Солома узнала, что оказывается сегодня юбилейный вебинар, сутый, честно говоря, первый раз услышала об этом. Коллеги, давайте по традиции начнем с того, что проверим связь, хорошо ли видно, слышно. Жду от вас реакцию в чат. Ага, спасибо, спасибо. Спасибо. Напоминаю про презентацию. Презентация в ресурсах есть, папочка ресурсы справа, можно забирать. Хотя там, в общем-то, особого, наверное, сегодня ничего такого нет. Долго я собиралась с духом, чтобы подойти к этой теме вебинара и рассказать то, о чем сегодня буду рассказывать. Действительно, про это надо собраться с духом. Просто так не получается. И сегодняшняя тема у нас будет связана с ошибкой выжившего. Я буду рассказывать только о своих историях провалов, о своих неудачах, о том, что было не так. Как говорится, поделюсь своими косяками. Ну, может быть, это в продолжении трека вебинаров о вебинарах. Скорее, такая иллюстрация, да, картинки с выставки. Про ошибку выжившего мы долго останавливаться не будем. Ну, известный, в принципе, факт. Только очень коротко напомню, каким образом, почему это вдруг попало в название. Сам термин появился во время Второй мировой войны, когда американские самолеты стали возвращаться с сильными повреждениями и провели анализ. И стал вопрос, как укрепить, какие части самолета требуют особого внимания. И, проанализировав те пробоины, те повреждения, которые получали, вернувшиеся на базу самолеты, приняли решение, что именно эти части нужно укреплять. И тогда венгерский математик Абрахам Вальд сказал, что нет, наоборот, надо укреплять те, которые не повреждены или менее всего повреждены. Именно поэтому они не возвращаются на базу. И вот это термин «систематическая ошибка выжившего», когда по одной группе у нас есть много информации, по другой группе ее практически нет или очень мало, и мы начинаем исследовать, делать какие-то выводы, чаще всего мы обращаемся к той группе, по которой информации достаточно много, ее легко анализировать. Вот если немножко это трансформировать в область вебинаров, к счастью, слава богу, на базу возвращаются, по-моему, все летальных исходов, ну, я, по крайней мере, не знаю, наверное, из второй группы информации, ну, так, чтобы от косяков на вебинаре спикеры, для спикеров это кончалось слишком плачевно. Но если посмотреть всю информацию, которая по вебинарам есть, это в основном история успеха, либо рекомендации как надо, опять же, основанные на историях успеха, а вот истории провалов, истории косяков, они либо очень мало поддаются, опять же, с точки зрения, как, ну, да, было вот такое, но я сделал вот это, и это привело меня к успеху. Так, чтобы просто рассказать о том, что плохо, где косячим, и что неправильно, ну, вот этой информации гораздо меньше, намного меньше. Поэтому, ну, честно скажу, мне как-то истории успеха в последнее время стало менее интересно читать, потому что, ну, все-таки та же самая ошибка выжившего. Да, у кого-то получилось, но это его история, это его алгоритм, его техника, и даже если она изложена в книге, которая расходится миллионами тиражами, ну, отчего же тогда те, кто покупает и читает эту книгу, не повторили тот же самый путь, или не повторяют в таком широком масштабе, да, значит, что-то здесь не то. Вот сравнить бы истории успеха и истории провалов, и сделать свой вывод, что надо делать, и построить свою систему, свою схему, вот это, наверное, гораздо интереснее. А вот истории провалов намного меньше. Поэтому, ну, вот сегодня будем закрывать эту нишу, чего точно не будет в нашем вебинаре сегодня, от чего постараюсь удержаться, хотя искушение очень велико, но все-таки об этом я постараюсь не говорить. Советов как надо. Здесь без сарказма и без иронии, слова взяты в кавычки, все достаточно серьезно, и к подобным советам я все-таки отношусь серьезно, и доля истины, доля правды в этом всем есть, и какую-то полезность из них тоже можно извлечь, но мы сегодня про это говорить не будем, про это говорится много. Не будет теоретических, исторических экскурсов, ссылок на научные работы, об этом тоже написано достаточно много. А вот что сегодня точно в нашем вебинаре будет, и то, что я вам сегодня покажу, это скорее шишки личного опыта. Как-то несколько лет назад мне удалось совершить рафтинг по МЗИНТЕ, и вот тогда у меня родилась такая метафора, что вебинар, он похож на такой сплав по реке, на такой рафтинг. Действительно, мы все в одной лодке, ситуация меняется по ходу очень кардинально, очень непредсказуемо, то плавное течение реки, то вдруг неожиданно возникают пороги, одни действительно неожиданно, как вырастают ниоткуда, другие все-таки видно, можно к ним подготовиться. Ситуация меняется кардинально, пять минут назад вышли, было солнышко, голубое небо, а где-то в горах прошел дождь, и через 10 минут спокойная мелководная река превращается в бурный непредсказуемый поток. Ориентироваться приходится по ходу. И вот вебинар для меня, это примерно такой же рафтинг. То все спокойно, то вдруг порог, иногда на нем переворачиваешься, иногда лодку заносит, выплыть, слава Богу, удается, но нахлебаться водой, набить шишек на это можно достаточно много. Вот скорее про такими шишками я с вами сегодня и поделюсь. Поэтому я и сказала в самом начале, что долго собиралась с духом, как-то мы все больше стараемся говорить о своих успехах и удачах, а вот так, чтобы поделиться тем, что у нас не совсем, не очень было, есть, а может быть еще и будет. Да, скорее всего, от ошибок никто не застрахован. Вот это гораздо сложнее, честно вам скажу. Поэтому не сразу решилась на такую тему. Долго думала, не поменять ли тему вебинара, но все-таки нет, оставлю, пожалуй. И не откладывая в долгий ящик, сразу перейду к показу. Своих ошибок и неприятных моментов. Ну ладно, назову их шишками. Шишек. Коллеги, если какие-то вопросы, комментарии, то, пожалуйста, в чат пишите. Потому что молчание в чате. То ли внимательно слушаем, то ли очень интересно. Ну и если какие-то вопросы будут возникать по ходу, вы тоже их задавайте в чат с тем, чтобы нам было о чем поговорить. Может быть, какие-то свои примеры или чем-то захочется поделиться. Спасибо, Елена Викторовна. Тоже, пожалуйста, в чат не забывайте писать. И я знаю, что, скажу честно, я специально не смотрела вебинары Павла Юрьевича, хотя очень так подмывало открыть и посмотреть, с тем, чтобы не было искушения посмотреть вот эти советы, а сначала рассказать об ошибках, а потом уже дать возможность вам, тем, кто смотрел эти вебинары, или посмотрит их позже, сравнить, да, и найти вот к чему эти иллюстрации, какой из моментов вебинара Павла Юрьевича они иллюстрируют, к какому они относятся. Единственный вебинар, который я смотрела краем уха, краем глаза, это про работу в эфире, но опять же постаралась все-таки абстрагироваться от того, о чем говорил Павел Юрьевич. Но я точно помню, что он касался трех тем. Это работа после вебинара, до вебинара и во время эфира. Ну вот поэтому начнем с подготовки. На чем я налетала и иногда еще налетаю? Забываю, это формат файлов. Забываю конвертировать файлы из PPT или PPTX в PDF. Вроде бы на многих площадках вебинарах можно и так, и так, но вот эта привычка, я помню, что в Мирополисе, например, меня все время просили, и сейчас еще иногда Павел Юрьевич просит, все-таки файл в PDF представить. Это не связано с тем, что я боюсь, там возьмут мою презентацию, будут использовать для своих целей, для своих презентаций. Да, ради бога, пожалуйста. Поэтому я их в открытые ресурсы, в общедоступные ресурсы выкладываю. Тем более, если даже сконвертировать в PDF, все равно можно. Но есть способы, можно взять, использовать. Пожалуйста, ради бога. Нет, здесь ошибка-то скорее и та шишка, которую я здесь набивала, связана с другим, не с сохранностью контента, отнюдь. С тем, что многие платформы, они все-таки заточены под PDF. Иногда есть это в требованиях. Еще одна, кстати, моя ошибка. Я иногда забываю уточнить, особенно если новая платформа, с которой никогда раньше не работала, я забываю иногда уточнить про форматы файлов или посмотреть эту информацию, из-за чего возникают неприятные ситуации. Про одну из них скажу. Ну, ладно, забегаю вперед. Готовя презентацию, и иногда забываю снять вот эту вот сеточку, у меня получаются слайды в сеточку, да, сетка, направляющая, линейка во вкладке вид, когда делаешь презентацию в редакторе, у меня эти вещи иногда остаются. И когда делаю скриншоты с презентацией, иногда захватываю вот эту сеточку. Про эту ошибку я еще покажу, есть такое. И потом, когда выводишь на экран, это не очень удобно. Когда конвертирую в PDF-файл из презентации, такого, во-первых, не происходит, во-вторых, просматривая презентацию, перед тем, как ее загрузить, тоже иногда забываю делать, и вот такие косяки они проскакивают. Лучше всего после конвертации все-таки файл, как говорят, надо просматривать, надо просматривать всю презентацию, но я это иногда забываю делать. Чем еще опасна вот эта забывчивость? Перевести файл в PDF. Вот с этим я столкнулась, это мне аукнулось. Иногда загружаю свои презентации, просто не переводя в PPT или в PPTX, но это мне аукнулось при создании онлайн-курсов. Размещала курс, достаточно такой объемный по материалу, много файлов было, и часть, большинство файлов именно в формате презентации. И я совершенно упустила из вида, что меня и техподдержка, и менеджеры платформы предупреждали, что у них в основном заточено все под PDF. Другие файлы можно, но наиболее корректно они отражаются именно в PDF-формате. Я про это забыла напрочь. Ну и дело кончилось печально тем, что файлы просто не стали открываться. Представляете, ограниченное количество времени на выполнение задания, само задание в формате презентации, и там же нужно было поработать, и пошел шквал просто недовольных отзывов от слушателей. Хорошо, что это была тестовая группа. Вот единственное, что, слава богу, файл не открывается, файла нет, некорректно воспроизводится. Залезаю, смотрю, да, действительно, в формате PPTX не все файлы воспроизводятся корректно, хотя до этого все проверили, перепроверила по сто раз. В самый последний момент вот такой казус возник. И мне пришлось перегружать, вообще переформатировать все файлы в PDF-формат и заново все это те удалять, представлять, что такое перезагрузить контент практически уже готового к запуску курса. Нервы, силы, время, да, минус полтора килограмма, ну, хоть какая-то польза от этого была. Ну, это была очень неприятная ситуация, слава богу, что это на тестовой группе. Единственное, что... Причем курс был не мой, это был курс другого автора. То есть вот этот косяк мне очень хорошо аукнулся. Поэтому вот здесь, да, и в презентации тоже иногда забываю это делать. В вебинарах вроде бы оно полегче, но вот привычка вторая натура. Еще одна вещь, почему... Чем полезна конвертация? И это может повлиять на вес самого файла. Вот это я обнаружила чисто случайно, опять же набив шишек. Когда загружаю презентацию в PowerPoint неконвертируемую, несколько раз у нас такое было, файл не проходит. То есть он долго-долго грузится, не загружается, минут 20 проходит, но это ненормально. Не пропихивается, не запихивается он в ресурсы. И несколько раз я помню так в панике, Павел Юрьевич, что делать? Он говорит, попробуй переформатировать в PDF. Переформатирую в PDF, вроде бы загрузилось. Но это очень неприятная ситуация, особенно когда загружаешь файлы вот перед самой презентацией. А он не проходит, он слишком тяжелый. И вот я сравнила даже предыдущие, по-моему, или одну из предыдущих презентаций в формате PDF и обычной презентации. Вот сами посмотрите, они значительно отличаются. 3 мегабайта это может быть очень значительно при загрузке файла. То есть я ничего не делала, я его просто сохранила в формате PDF. Все, то же самое количество слайдов, те же самые слайды, а вес значительно меньше. Ну и такую вот шпаргалку про вес файлов я все время забываю. Это точно. Поэтому, опять же, это аукается мне в тех же онлайн-курсах, где ограничено место файла хранилища. Я перегружаю файлы хранилища, стараюсь загрузить все материалы, мне говорят, меняй вес, они слишком весомые, и начинается вот эта вот лишняя работа. С вебинарами происходит то же самое. Я иногда забываю, очень забываю, поэтому я себе такую подсказку сделала. Прям напоминалку приходится писать. Вот не удержалась я все-таки от советов и рекомендаций. Но это скорее то, что помогло выплатить и не утонуть окончательно на этом этапе. Без такой подсказки просто никуда. Но я реально иногда не обращаю внимания на то, какие картинки я оставлю в своей презентации. Они тоже влияют на вес файла. И у меня получаются очень часто перегруженные презентации. Вот это я точно знаю. Приходится их переделывать. Вот на этом, на этапе подготовки иногда теряю очень много времени, стараясь облегчить участь про загружаемые презентации. То, о чем я вам уже говорила. Слайды в сеточку. Если это какая-то презентация, связанная с работой в PowerPoint, вот как мы открывали редактор, там работали, ну там это еще уместно. И вот это вот я делаю скриншот с этого слайда. Это еще уместно. Ладно, сетка, направляющие, пусть будут. Вот рабочий момент, окно редактора. Но иногда хочется вставить картинку из одной презентации в другую, а она вставлена фоном, либо отдельной картинкой. И я иногда скриншот делаю скриншот с этими направляющими. Я их по привычке открываю для работы и забываю, что мне они совершенно не нужны. У меня иногда в презентации проскакивают вот такие картинки в сеточку, слайды в сеточку. То есть это я сделала скриншот с другой презентацией или с другой картинки, но не убрала направляющие, делала это в редакторе, а не с полного экрана, где этого не будет. Но это не всегда очень приятно, когда вдруг в середине презентации вылезает такой вот сетчатый слайд, сетчатая картинка. Потерянный слайд. Это вообще история. Да, эта история выглядит это очень забавно, когда во время презентации вроде бы сделал, не проверил все слайды, проверяешь обычно начало, ну так быстренько пролистал, вроде бы все на месте, вроде бы все есть, окей, нормально, начинаем вебинар. И вот в середине вебинара происходит потрясающая вещь. Я вам сейчас даже этот ролик покажу. Специально сделала эту вырезку из вебинара. Вот посмотрите, смотрю на себя и удивляюсь. Надо же было такое сделать. Информационный поиск, поиск информации в сети интернет, это одна из составляющих цифровой грамотности, которая определяется как набор знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий, ресурсов интернета. И включает в себя три составляющие. Это цифровое потребление, компетенции и цифровая безопасность. Под цифровыми компетенциями понимаются навыки эффективного использования технологий, цифровое потребление, это знание и использование интернет-услуг для жизни и для работы. Цифровые компетенции, это навыки, как я уже сказала, эффективного использования технологий. И цифровая безопасность, это основные... Ну, вот вам, пожалуйста, пример. Не проверила до конца презентацию слайда. Слайда одного не хватает? А, да и ладно, если бы давайте дальше. А что еще было делать? Ну, нет у меня этого слайда, приходится выкручиваться. Хорошо еще, что это был не основополагающий, скажем так, слайд, на котором построена там вся или часть презентации. Но, да, со стороны смотрится, конечно, очень... Сейчас забавно. Но, опять же, как это скажется на слушателях? Я понимаю, что это очень неприятно, что сейчас обо мне думают так, либо часть информации скрыли, либо плохо готовилась, либо... Просто при переносе нескольких слайдов из одной презентации в другую, вот этот один, он у меня реально выпал, реально потерялся. Но, слава богу, еще раз скажу, что он не был таким основополагающим, определяющим. Да, на нем не было построено много там заданий, опросов или каких-то действий, которые должны выполнить слушатели. Поэтому вроде бы обошлось. Но вот это вот замешательство... Это, конечно, очень неприятный момент, который испытываешь сам, как ведущий. Павел Юрьевич пишет. Обычное дело забыть. Сохранить последний вариант презентации перед загрузкой вебинар. Да, да, да. Хана Ротман. Нет. Уменьшенных эскизов слайдов здесь нет. Чтобы успел подготовиться к сюрпризам. В самой вебинарной комнате здесь этого нет. Это и есть в редакторе PowerPoint, когда готовишь презентацию, открываешь ее в формате редактора, тогда эскизы видишь. А здесь я вижу только сам слайд, вот этот текущий слайд, который у меня здесь есть. И вижу переходы по слайдам. Со всеми такой... Да нет, конечно, бывает, но это очень неприятный момент, ребята. Особенно, когда я понимаю, что вот этот слайд, он очень важен для понимания, например, дальнейшей презентации. Я понимаю, что это мой косяк. Мой косяк, как ведущего. Что я невнимательно просмотрела вот это последствия быстрой загрузки. В последний момент приходит гениальная идея в голову, а вставлю-ка я еще один слайдик. Открываешь презентацию в ППХ, открываешь не тот вариант, вставляешь туда слайд, сохраняешь в PDF, перезагружаешь и в ППХ перезагружаешь не то, не туда и не так. Так, бывает, бывает. Момент, скажу, не очень приятный для самого ведущего. Еще одна фишка, на которой я шишек поднабивала. Коленки подшибала, локти постирала и мышку потерзала. Шерифты тоже иногда либо по ленности, либо от своей уверенности, что у меня все хорошо, то ли просто по невнимательности. В редакторе, когда готовишь слайды, есть функция замена. Там можно заменить один шерифт на другой, но иногда этого просто не делаешь. Положившись на то, что, слава богу, не первый вебинар, ну уж мы-то... Вот альпинисты как раз и погибают. Именно не новички чаще всего, а те, кто уже не первый день ходит в горы. От своей уверенности, ошибка альпинистов, когда не перепроверяешь по 40 раз страховку, вот это происходит. Не поменяешь шерифты, особенно когда берешь готовый дизайн презентации, и там уже вставлены шерифты, и забываешь их поменять, делаешь. Вот в стандартных шерифтах все нормально. Те, которые нормально отображаются. А вот если закрадывается нестандартный шерифт, то получается вот такая кракозябля. Так, Хана Ротман. Во многих программах есть. Это скорее всего... Да, ну во многих... Я соглашусь, может быть на каких-то вебинарных платформах это есть. Но я просто работаю в Мирополисе, поэтому так уточняю ошибки, набитые в Мирополисе. Ну и на паре других платформ. Не буду говорить каких. В презентациях бывают шерифты ползут. Ползут. В PDF, Елена Викторовна говорит, в PDF шерифты не ползут. Ха. Вот это как раз пример. Сползание шерифтов после конвертации презентации в PDF. Вот это я не забыла сделать. Презентацию я конвертировала, выложила. И где-то на 36-м, 13-м, 10-м, не помню уже какой по счету, но точно не первый слайд. Посмотрела первый нормально, последний нормально. В середине открыла несколько слайдов нормально, а вот этот я не посмотрела. И при выводе, при загрузке в сам Мирополис, вот при выводе на рабочий стол, у меня вот такая кракозябля вылезла. Я не помню это волшебное слово. Павел Юрьевич мне его писал, это страшное слово, растеризация. Я его не выговорю, поэтому даже не буду стараться. Если Павел Юрьевич вспомнит, он подскажет, как она называется. Да. О, спасибо. Растеризация. Вот, видимо, это оно. Просто здесь оказался в этих блоках совершенно другой шерифт. И вот так оно вывелось. Причем, вы знаете, очень интересная была история. В ППТ, в ППТХ показывает нормально. Да, здесь вот эти вот блоки, это еще были элементы взятые в World Art. Может быть их не надо было брать, не знаю. В PDF, когда конвертировала, шрифты были нормальные. То есть, вот я открываю PDF-файл, он нормально читается, все шрифты на месте, все хорошо. Загружаю вот сюда, и при открытии на рабочем столе в Мирополисе вот такая кракозяблина вылезает. То же самое у нас произошло. Увидела я это уже во время вебинара, когда открываю слайд. И, честно говоря, было очень неприятно, очень неудобно перед слушателями. Но, слава Богу, опять же, что надписи можно было озвучить, и они большие... Здесь основной упор был именно на надпись посередке. Поэтому как-то немножечко прошло. Но если это какой-то значимый текст, это, конечно, очень неприятная история будет. И точно такая же история у нас получилась второй раз. Тот же самый камень, опять же, тот же самый порог на титульном слайде. Вот этот титульный слайд – это одна из предыдущих презентаций. Вот здесь он воспроизведен все правильно. А в начале у нас вот эта кракозябель вылезла вот здесь с этим словом. PowerPoint. Сначала это было сокращение две буквы «пп» и та же самая растеризация. Спасибо за подсказку, Павел Юрьевич. Здесь произошла. То есть на титульном слайде это вообще очень-очень некрасиво. И я-то проверила по PDF. Все нормально, все хорошо. Загрузила, открыла презентацию. Хорошо, что я попросила Павела Юрьевича посмотреть, как смотрится. Он мне пишет, Татьяна, титульный слайд заменить срочно. Там произошла вот эта неприятность. Открываем. Меняю, еще раз меняю. Начали смотреть, в чем дело. И нашли такую ошибку, что у меня было в Калибре, а в Калибре вот такая вот вещь происходит. Поменяла все шрифты на Ариэль, и все нормально. В презентациях все нормально, все встало на свои места, и с такой напастью мы уже не встречались. Вот это неприятный момент, на который я иногда налетаю. Если я не проверю все слайды, уже переконвертированные презентации в PowerPoint или загруженные так, обязательно какая-то такая неприятность вылезает. Обидно, когда это на титульном слайде видишь только в момент запуска презентации или в середине презентации. Опять же, воспримется какой-то новый шрифт или не воспримется система, неизвестно, пока сам не стукнешься об этом. Поэтому иногда, когда берешь готовый дизайн с уже встроенными шрифтами, готовые шаблоны презентации, вот на это налетаешь. Еще одна вещь, на которую наталкивалась, это ссылки на источники. Когда я веду вебинары по библиографии, по поиску информации, там достаточно много идет ссылок на различные источники, на ресурсы. И если я их даю на слайды с ссылками, гиперссылками вставляю, естественно, они не кликабельны. Сразу, как только выводятся ссылки, вот такой вот список на экран поступает в чат, вот специально привела, да, отклики слушателей, что жалко, но ссылки не кликабельны. Кликнуть нельзя, скачать не получается, а список ссылок под рукой забыла сделать. Не всегда положившись на презентацию, как-то привыкаешь, что с презентацией можно открыть по ссылке, но если вдруг возникает такая необходимость, под рукой ссылки нет и приходится оправдываться. Тоже не очень приятный момент. Другой момент, когда делаешь список ссылок на тот же хотя бы вордовский файлик, а потом копипастом просто вставляешь их в чат, если их вот так вот много, это просто идет перегрузка чата. И я понимаю, что, опять же, не для всех это будет удобно, слушатели, которые будут смотреть записи, например, они эти ни ссылки с чата взять не смогут, ни с презентации взять не получится, да, и у кого-то останется неприятное ощущение. То есть нужно, когда даешь какие-то ссылки, вот в вебинаре я иногда говорю, что, ребята, если нужны ссылки, пожалуйста, коллеги, дорогие, либо в нашу группу, либо в личку, напишите, я вам пришлю, если вдруг никак не получится, или не получится открыть из самой презентации, которую вы скачали. Но некоторые обращаются, пользуются. Иногда я забываю это сказать. И тогда или на этом вебинаре, или на следующем я получаю хороший отзыв от слушателей, что, а вот, ссылки не открываются. Еще одна беда с ссылками. Если ссылок очень много и забудешь проверить хотя бы какую-то из них, именно эту какую-то, и дашь их еще в чат, с возможностью открытия обязательно появится какой-нибудь внимательный слушатель, который напишет, а, вот вы ссылочки дали, а вот эта ссылочка не открывается, битые у вас ссылочки. Или, а, а вот здесь вот ресурс уже не существует, или он недоступен. И тут два варианта. Если я честно смотрела этот ресурс перед загрузкой, проверяла перед самим вебинаром, вот, ну, в течение этого утра или накануне вечером, я честно могу сказать, что да, знаете, ну, вот вчера или сегодня, там, в 9.50, она у меня открывалась, работала нормально, корректно. Либо, либо это, ну, использовать технический сбой как оправдание, ну, для себя, я считаю, это не очень правильно, не очень хорошо. Поэтому, честно говорю, да, ребят, наверное, коллеги, дорогие, мой косяк пропустил и не проверил эту ссылку, да, возможно, ресурс уже не существует. Ну, ссылки – это такое дело, они очень быстро меняются. Поэтому с ними можно налететь на вот такие вот неприятности. Это достаточно часто происходит, когда ссылок много, и не все успеваешь проверить, или не до всех доходят руки, или, опять же, понадеявшись на то, что, а, все нормально. Особенно, если эти ссылки берутся откуда-то из обзоров, знаете как, 125 ресурсов для создания того-то, того-то. И вот эти 125 ресурсов, все их проверять не будешь, но лучше тогда давать, если даешь непроверенную ссылку слушателям, то это, конечно, это наша неприятная история. Что еще по презентациям на этапе подготовки из того, что мы разобрали, я забываю еще делать. Еще я забываю убирать иногда анимацию перед тем, как конвертировать или просто выкладывать презентацию в саму вебинарную комнату. Люблю всякие анимационные штучки, за что на меня иногда ругаются, говорят. Опять натыкала свою анимацию, сделай обычный простой статичный слайд, а то вдруг она не запустится. А вот здесь другая ситуация. Во-первых, мало того, что она не запустится, во-вторых, она будет перегружать презентацию и забирать вот тот самый объем на себя. Иногда забываю, что у меня презентация с макросами, опять же, не тот формат, и опять получается некачественное воспроизведение. Поэтому вот эти моменты, да, набиваю на них шишки, и до сих пор еще это приключается. Видео вставкой в презентацию, да, вставляла, было дело. Вот сейчас после ряда шишек все-таки научилась делать, вставлять их отдельно ссылками и загружать в ресурс. Долго переучивалась, очень долго, и много на этом потеряла. Формат слайда 16 на 9 или 4 на 3. Рекомендуют обычно 4 на 3, хотя говорят, что в последнее время, в общем-то, все равно в каком формате, но вот 16 на 9 у меня было несколько неприятных историй. Уж прошу прощения, немножко отвлекусь от 100% вебинара. На занятиях я переносила игрушку, вот ту самую, как-то я ее показывала, там с красными вот этими горошинами, под время, счет на 4 секунды. И вот этот слайд я переносила из одной презентации в другую, и я не поменяла размер. У меня было 16 на 9, я его перенесла в 4 на 3, и когда я открыла этот слайд, я поняла, что у меня все расползлось. То есть вся моя красивая конструкция, она слетела, и настройки, они немножко там сбились. Это было очень неприятно. Хорошо, что группа была студенческая, мы посмеялись с ними вместе, они поняли. Но, честно говоря, было очень неприятно перед ребятами, потому что, ну, вот так вот, как говорят студенты, накосячить. Это было очень обидно, просто за счет того, что из одной презентации в другую перенесла, не посмотрев на формат. Не удержусь от небольшого совета, но это скорее совет, так набитый на вот этих самых шишках. Я для себя взяла формулу ППР, стараюсь ее придерживаться, и несмотря на то, что все равно продолжаю ошибки делать, но часть из них уже, часть этих порогов прохожу более спокойно. Не скажу, что это реальный такой рецепт успеха. Никогда больше мы ошибаться не будем. Да нет, все равно будем. Ну, хотя бы минимизировать свои потери. Проверка за сутки, за час и где-то минут за 15 настройка связи. И второй важный момент, который я поняла, если уж настроил что-то, в последний момент настройки не трогай. И оно работает. В последний момент настройки не трогай. Был у меня случай, когда проводила обучающий вебинар для преподавателей, и вот за 5 минут вебинара меня торкнуло поправить микрофон, взять другой микрофон. А чего там? Ну, я же знаю, в какое гнездо надо. И все. И звука нет. Вернула старый микрофон обратно, звук с фоном. В общем, все, что было настроено и благополучно отрепетировано, слетело вот из-за этого 5-минутного. А дай-ка я сделаю как лучше. Лучший враг хорошего. Вот этот регламент на случай чрезвычайных ситуаций – это тоже полезная вещь. Это тоже набито шишек на этом немерено. Хорошо, когда договариваемся со слушателями, если нет второго участника команды, организатора. Вот как у нас партнер за кадром, голос за кадром. У нас есть Павел Юрьевич, который может заниматься своими делами, но он всегда одним ухом с нами. И с которым у нас есть договоренность, что делать в результате чрезвычайных ситуаций. То есть я знаю, я спокойно веду вебинар, я знаю, что меня подстрахуют. Если этого нет, я веду вебинар самостоятельно, то тогда лучше сразу договариваться со слушателями, что делаем в ситуациях, в ситуациях чрезвычайных ситуаций, простите за тавтологию. Если и тоже забываю это делать. И тогда возникают очень неприятные ситуации, когда связь пропадает или звук исчезает, или изображение ускакивает, либо еще хуже выбрасывает из интернета, и начинаешь дергаться, потому что понимаешь, что у тебя там сейчас сидит 15, 20, 30, а то и 100, и 150 человек, которые тоже находятся в недоумении. Продолжать сидеть или уходить. Оно будет или не будет, а у нас никакой договоренности по этому поводу не было. Вот это тоже ситуация, с которой приходится сталкиваться, особенно когда ведешь вебинар в одиночку. Вот слава богу, что здесь вебинары всегда есть кто-то на подстраховке, кто-то большой и добрый, который поможет. Во время ведения вебинара по ту сторону монитора не всегда знаешь, что происходит, и не всегда можешь... Да, Елена Викторовна, спасибо, согласна. Да, кстати, Елена Викторовна, вы очень хорошо сказали про друга за кадром. Это может быть не обязательно организатор или техподдержка, если самостоятельно проводишь вебинар. Хорошо бы действительно такого друга или кого-то из участников или попросить кого-то из друзей просто побыть вот таким вторым лицом. Честно скажу, когда я веду вебинары, мне не всегда вспоминаю про это, что можно кого-то пригласить. Каюсь, такое бывает. Ну, видимо, надо бросать как-то клич. Друзья всегда найдутся. И с презентацией или без презентации. Вот тоже два варианта, которые я пробовала вести, и в обоих были нюансы, сталкивалась с нюансами. Про презентацию я уже поговорила, с чем это может быть связано. Часть уже рассказала, какие неприятности могут возникнуть. Без презентации я пробовала разные варианты. Это и кроме одного. Вообще без презентации, без показа рабочего стола, без видеороликов. Честно такой разговорный жанр. Вот это я еще, честно говоря, не пробовала. А так и с рабочим столом. И вот сейчас потихонечку перехожу все-таки на ролики, на скринкасты. Тоже непросто удалось. С показом рабочего стола, с одной стороны, это более динамично, это более удобно. Не надо делать многослайдовые презентации с огромным количеством скринкастов. Можно быстрее, во-первых, подготовиться. Во-вторых, быстрее провести показ каких-то действий. Особенно, когда мы говорим о работе в каких-то программах. Вот это вот показать вживую или как провести индексацию по УДК с помощью ресурса. Можно показать на скринкастах. А можно просто открыть сам ресурс и показать уже вживую. Но с рабочим столом и с платформой тоже позапиналось и очень сильно. Добралась я до рисовалок. Вот еще один момент, который не очень может быть адекватно к вебинару. И не всегда адекватно воспринимается участниками. Когда что-то показываю, я раньше водила просто мышкой по... Забывала брать указку. Забываю брать указку. Это да. Начинаю водить мышкой. Мне это вроде все понятно. А только потом в записи я вижу, что это была мышка. Участники не видят ничего. Это моя мышка на компьютере. После этого попробовала не забывать напоминать себе брать указку. Ну, иногда что-то нужно нарисовать. Вот начала осваивать рисовалку. И заметила вот за собой такую особенность. Видимо, это от переживания, от нервов. Когда волнуешься, я начинаю... Вместо того, чтобы нарисовать одну линию, повторяя, рассказывая про что-то, начинаешь... Вот это спонтанное рисование. И только потом в записи, посмотрев, я понимаю, что вот этого не надо было делать. Надо себя как-то контролировать. Но, с другой стороны, опять же, вижу за собой такой нюанс и такой, может быть, недочет. Как только я начинаю контролировать себя, контролировать во время вебинара свои действия, движения, как я сижу, как говорю, а правильно ли, а... Тут же меняется фокус. То есть я говорю уже не о том, что мне интересно или что я хочу донести до слушателей, не со слушателями, а я начинаю ориентироваться больше на себя. И я сразу вижу, что возникает зажатость, либо становишься вот таким вот столбиком нервов, либо, наоборот, начинаются лишние движения, отволнение. Это то, за что меня ругали, били и будут еще бить, я чувствую неоднократно, хотя я с этим стараюсь справляться, но все равно в ситуации стресса, вот эти все свои настройки, они слетают. То, к чему долго репетируешь, готовишься, чуть какая-то непредвиденная ситуация, все, начинается вот это вот вертолетик, и тогда получаю очень хорошие втыки за кадром, что ты вертишься, как уж на сковородке. Нет, не от Павла Юрьевича, сразу скажу, но, да, жестко, резко, но правильно, по записям я это вижу. Да, это бывает. Эмоции уходят. Елена Викторовна, совершенно верно, вот когда, вот я не знаю, для меня, как для человека эмоционального, это, наверное, самое страшное, когда уходят мои эмоции, и я начинаю казаться, а не быть. Вот уж простите, коллеги, я стараюсь над собой работать, за кадром, отрабатывать, избавляться от своих недочетов, не всегда это получается в момент волнения или какого-то, наоборот, эмоционального подъема. Вот многие настройки, они просто слетают. Это не воправдание, это, скорее, себе на доработку, но это реально происходит. И тогда вроде бы всё становится гладко, хорошо, правильно, красиво, отрепетировано. Но вот когда я смотрю на свои такие записи, я понимаю, что это не я, не я настоящая, жизнь ушла. Да, вот, не люблю слово фальшь в данном случае, но какая-то неестественность, я сама себе перестаю верить. Вот если вижу на экране, да, в такой ситуации, я сама себе перестаю верить. А это, наверное, неправильно. Ну, будем потихонечку, естественно, избавляться от этого. Про демонстрацию немножко отвлеклись. Про демонстрацию рабочего стола. С чем я столкнулась? Почему я набила шишку и от этого ушла? То, что видят слушатели на экране и то, что потом видно в записи, это то, что вот сейчас на слайде. Я же как ведущий вижу только вот эту часть. Да, то есть у меня открыт полностью экран, и я вижу только то, что воспроизведено на экране, на мониторе своего компьютера. Я не вижу, что происходит в чате, вообще идет ли здесь какая-то жизнь, а видят ли вообще участники, что я делаю, а не зависло ли что-нибудь. Ориентироваться приходится только на звук, по звуку спискивающей мыши в сообщениях в чате. И только потому, что там пошли в списки, я могу ориентироваться, что жизнь идет, что-то происходит, все нормально. Но если там гробовая тишина, я даже не знаю, а может быть у меня вообще все зависло, и слушатели не видят ничего. Поэтому приходится перескакивать с показа своего рабочего стола обратно, заходить в вебинарную комнату. И вот здесь следующий косяк, который я при работе с показом рабочего стола часто делаю. Я забываю отключить рабочий стол или забываю, что у меня сейчас показывает не мои слайды, не открытую страницу сайта на рабочем столе. Я не выключила трансляцию. И вот такая вещь висит у меня на протяжении нескольких минут. Пока я рассказываю, пока я даю какую-то информацию, мне кажется, что все нормально, и слушатели видят то, что вижу я, они видят мой рабочий стол. И это не очень приятный момент. Это, конечно, в минус ведущему. Если уж запустила рабочий стол, не забываю его отключать. И обратная связь. Вот это тоже тот косяк, на который налетала, налетаю и буду налетать. Не всегда получается установить хороший контакт с аудиторией, ну как мне, по крайней мере, кажется. Ну, может быть, тот, которого мне хотелось бы, чтобы это были бурные обсуждения, чтобы чат кипел. Чтобы вот не всегда это получается. Я понимаю, почему. Вот у меня борются два чувства. От «это прекрасно и замечательно» до «панического ужаса». Почему «прекрасно и замечательно»? Что я не вижу свою аудиторию. Во-первых, панический ужас, что я не вижу свою аудиторию. Начну с этого. Я не вижу обратную связь. Мне не хватает обратной связи. Я это чувствую. Все-таки я ближе к визуалу и кинестетику. И мне очень важно видеть невербальную реакцию на то, что я говорю. Поэтому мне иногда в студенческой аудитории гораздо легче и проще работать, чем в вебинаре. Я вижу студентов, я вижу, как мои слова, шутки или какие-то истории зашло, не зашло. Как они на них реагируют. Стоит ли продолжать дальше в том же духе или нужно поменять русло течения беседы. А может быть, здесь нужно дать задание. Скучно людям, не скучно людям. То есть в реальной аудитории я могу сориентироваться. И это легче. В вебинаре гораздо сложнее. В чате тишина. Я не знаю, сколько человек сейчас пьет чай, просто включив компьютер. Я не знаю, сколько человек смотрит с одобрением, а у кого-то, может быть, возникли какие-то сомнения или критические замечания, но он их не высказывает в чат, но внутренне. Я этого визуально не могу увидеть. Я даже не могу спросить у человека, вы с чем-то не согласны, как в реальной аудитории. Вот это очень сильно напрягает, честно скажу. Как с этим справляться, я пока не знаю. Для меня это сейчасшний, реальный, сегодняшний камень, на который я натыкаюсь. Возникает вот это вот ощущение. Может быть, я сейчас говорю вообще с пустым монитором, и всем уже перестало быть интересно, но как люди вежливые решили остаться просто досидеть до конца, а сами занимаются своими делами. Что греха таить, я иногда это тоже делаю. Честно признаюсь. Бывают такие ситуации. Ой, спасибо, коллеги. Нет, это я не напрашивалась, что вы, пожалите меня, ответьте кто-нибудь в чате. Я просто говорю о тех реальных страхах, которые, они есть, когда ведешь вебинар. С другой стороны, почему это прекрасно? Вот с другой стороны, для меня это прекрасно, что я не вижу свою аудиторию. Признаюсь честно, раскрою сейчас страшный секрет. Коллеги, я панически боюсь публичных выступлений. Просто панически боюсь выйти и выступить перед аудиторией. У меня начинается такое зашкаливание скачков давления. Пульс просто, наверное, под 140, давление под 180. Нет, руки, слава богу, иногда трясутся, но уже нет, почти, практически. Причем перед аудиторией, вот с одной стороны, обратную связь легче получать и не легче работать в студенческой аудитории. Вот от страха перед студенческой аудиторией я как-то уже постепенно избавилась. Но вот от страха перед профессиональной аудиторией, либо большим залом, где собираются совершенно разные люди. Это страшно. Вот честно скажу, мне это очень страшно. И в то же время на вебинар, когда приходит по 100-150 человек, я волнение испытываю, но вот такого панического страха уже нет. Нет, вот реально, реально нет. Вот здесь вот два чувства во мне борются. Но в то же время, сегодня большая, ой, ужасно большая, Татьяна Александровна, целых 40 человек. Нет, ну на самом деле количество участников вебинара, это тоже один такой из волнительных моментов, на которые обращаешь внимание. А вот на прошлый вебинар у меня пришло 120 человек, а сегодня пришло 20. А, все, караул, провал. Но я как-то к этому спокойнее сейчас начинаю относиться. Хотя да, тоже переживаю. Либо тема неинтересная, либо, может быть, ведущий неинтересен, уже надоел. Всякое может быть. Может быть, время неудачное, может быть, у кого-то свои дела. Но я просто исхожу из того, что приходят те, кому нужна эта тема. Вот и все. Кому нужно, тот дойдет, как тот шаман. Кому нужно, тот дойдет. Поэтому в плане большой аудитории, да, ну на количество я поэтому особо не смотрю, не переживаю. Там 30 человек, 20 человек, 120 человек. Но чем больше, тем все-таки волнительнее. И с другой стороны, вы знаете, вот, когда не видишь свою аудиторию и не получаешь вот такую невербальную, а может быть, и вербальную, мгновенную обратную связь, сложнее удерживать контакт. Разговаривать не с монитором, не с веб-камерой, не с компьютером, а с живыми людьми. Вот этому, на этом тоже много шишек понабивало. Тоже было очень много неприятных для себя лично моментов. И я начинаю замечать, что как только начинаешь себя контролировать и разговаривать с компьютером, с веб-камерой, с монитором, перестаешь разговаривать с людьми. То есть если не видеть человека, людей за монитором, то результат будет не тот, на который рассчитываешь. Даже для самого себя. Да, предлагают иногда решение. Я много таких советов читала. И ставить там фотографию за веб-камерой, и какие-то, может быть, брелки, игрушки, еще что-то. Представлять кого-то, честно скажу, не помогает. Мне помогает другое. Вот опять не удержусь от совета. Вот что мне помогло выплыть и все-таки снизить вот этот уровень стресса во время вебинара, это найти знакомые лица, знакомые фамилии среди участников, кого я знаю, может быть, лично, а может быть, и просто по общению в Фейсбуке, хотя бы удаленно. Но я могу этих людей представить. И тогда я представляю, что вот они сидят там в камере. Не за камерой, они в камере. И рядом с ними еще много-много других людей. Но я смотрю на них, и вот так же, как в зале мы получаем поддержку, я понимаю, что я получаю поддержку от этих людей. Я представляю, как они могут реагировать или реагируют на мои слова. Вот это то, что помогает снизить хотя бы в начале вот этот уровень стресса, мне это помогло выплыть. На самом деле это было очень страшно. Я помню свои первые два вебинара, когда мне говорят «мотор, камера», а у меня ступор, я не знаю, что сказать. Вот как справиться с этим волнением, хотя до этого и тренировалась, и дышала, и все было нормально, и пробные записи проводили, и трех человек, которые были в тренировочной комнате, я не боялась, все было хорошо. Но как только я увидела вот это количество людей в вебинаре, все, ступор. Это было реально, ну, можно сказать, такой провал. Пять минут из меня слова невозможно было вытащить. Круглые глаза, испуганный взгляд, и я не знаю, что делать дальше. Начинаю крутить презентацию. Было, было такое. Второе, чего я не замечаю. И то, что сегодня у нас было в вебинаре, еще будет на остальных, и было на предыдущих. Разговор руками. Видимо, опять же, так же происходит волнение, и может быть потому, что я все-таки ближе к визуалу, визуалу и кинестетикам. Мне надо показать, мне надо рассказать не словами, а еще руками. Вот здесь я показываю структуру библиографического описания, но сижу близко к экрану, поэтому видно только часть. Да-да-да, всю жестикуляцию не видно, и вот где-то там что-то происходит, и я это замечаю только потом, отсматривая запись. Опять же, еще одна моя ошибка. Я забываю смотреть на себя в момент вебинара. Все охватить невозможно, а когда еще тема интересная или идет какая-то интересная дискуссия в чате, и вот ты увлекаешься, ты забываешь смотреть, забываю смотреть на себя, что же там происходит, вот на это видео окошко. И потом вот эти вот странные движения еще появляются. Юрий Майский, а, Юрий Александрович у нас сегодня, спасибо большое. Я соглашаюсь, что жестикуляция нужна, но понимаете, какая штука. Я очень часто, еще одна моя ошибка, расстояние до веб-камеры. Вот я сегодня постаралась специально отодвинуться подальше, и тогда, когда начинаю что-то показывать, это вроде можно увидеть. У меня веб-камера прикреплена к монитору, и стол, и вот оно все очень близко. Поэтому и получается, что я сижу очень близко, можно сказать, впритык к камере. А она такая, крючочком к монитору цепляется резиновым. Как ее прикрепить, как ее отодвигать подальше, я пока еще не придумала. Но, наверное, до этого дойду, надо как-то ее отдалить, что ли. И обычно я сижу ближе, особенно когда что-то показываешь. Вот опять же, показ рабочего, демонстрация рабочего стола. Это вот надо клавиатура, мышка, все под рукой, все это на столе. И вот тогда я сижу очень близко к камере, можно сказать, упираясь мордочкой лица в саму камеру. И когда я начинаю что-то жестикулировать здесь, и если я это еще хочу показать зрителям, слушателям, то у меня получается нехорошо. Я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что это совсем не так, как должно быть. С жестикуляцией еще придется работать. Я знаю, что у меня есть этот нюанс, этот недостаток. Я начинаю хорошо жестикулировать. Это хорошо, это может быть правильно, как говорят специалисты по риторике публичного выступления. Но у меня этого иногда, ситуация волнения, становится слишком много. Я помню, как меня от этого отучали. Отучали меня очень классно и жестоко. Сначала попросили рассказать что-то, то, что интересно мне, какую-то историю. И я ее рассказывала вот с этими итальянскими вертолетиками. А потом мне просто взяли и скотчем примотали руки к туловищу. И сказали, а вот теперь точно так же, увлекательно и зажигающе. То же самое, расскажи, но без рук. Это было мучение, скажу я вам. Это просто была жестокая пытка для меня. Но после этого немножко поменьше вот этих лишних движений реально стало. Но все равно еще вот в ситуации, в момент оболнения, начинаю что-то показывать. Иногда начинаю что-то показывать и забываю, что руки у меня не видно, они за экраном. И только потом в записи я вижу, чего же я там размахалась-то. Еще один момент, присущий мне, ошибка, которую я допускаю, постоянно допускаю. И, наверное, еще буду допускать, потому что увлекаюсь иногда. То, что я назвала, думала, как же его назвать-то. Назвала репкой. Но правда, похоже на репку. Такая три стадии орепения. Либо, когда я близко сижу к монитору, у меня вот подбородок как бы упирается. Я забываю, что здесь еще титры. И получается, что подбородок как бы упирается в титры. Глазки и лапки, лапки и глазки. И, как человек плохо видящий, есть такая привычка, даже если носишь линзы, даже если вроде бы уже все нормально, но это уже, наверное, пожизненно. Низко наклоняться к чашке, к тарелке, к монитору, к клавиатуре. И пошло. И вот это особенно... Почему я отказалась в основном от демонстрации рабочего экрана? Потому что, когда я что-то набираю, что-то начинаю показывать, я ухожу вниз. И все. И зрители видят тогда мой затылок чебурашки с ушами. А особенно, если это длительные действия, то вот это не одно движение, а на протяжении какого-то времени наблюдать чужой затылок, ну, тоже, в общем-то, я понимаю, что это не совсем правильно. А это вообще уже созревшая репка. Вот так было в течение трех, наверное, минут. Я что-то там усиленно пыталась делать. И только потом в записи я обнаружила, что... Хорошо, что на заднем плане была стена и кусочек там, по-моему, от какого-то монитора у меня. Да, ну, а может быть и жалко, было бы чего порассматривать. Но вот это тоже момент, на который забываю обращать внимание. И иногда он срабатывает. Видео. Вот, кстати, почему из-за этого я стала отказываться от демонстрации рабочего стола. А тут вообще все, вот, и репка, и демонстрация забыла переключить рабочий стол. Зрители видят вот это, а у меня уже идет работа на ресурсе. Ох, возвращаемся обратно. Это беда. И я попробовала тогда заменить работу на рабочем столе скринкастами. Долго Павел Юрьевич мне об этом напоминал очень тактично, так вставляя. А, кстати, Татьяна, попробуй скринкаст. А вот еще хорошо идут скринкасты. Думаю, дай-ка я все-таки попробую, доберусь наконец-то до записи скринкастов. Я попробовала их сделать. И первый же опыт, это был такой действительно видеошвах. Я вам сейчас покажу, к чему это привело. Один такой момент. А вы мне попробуйте сказать. Интересно, догадаетесь вы или нет, в чем там была моя самая главная ошибка. Но это действительно был такой провал, по-моему, из прошлого или позапрошлого вебинара. Прямо свеженький-свеженький, только поспеший. Так, включаю и больше ничего не трогаю. Не заработать. И обязательно прописывайте надежное расположение. Делается вот эти правила, которые мы сейчас разобрали. А вот сейчас я вам это и покажу. Если видео запустится. Так, так. Ага, вот есть. Фух. Она успела дойти до конца. Видимо, я не нажала на... Промахнулась мимо кнопочки стопы и испугалась. Неужели у меня этой подсказки не осталось. Осталось, ура! Вот. При сохранении презентации. Сохранить как? Выбираем папку, Куда мы будем сохранять нашу презентацию с макросами. И вот здесь мы выбираем... Вот. Да, вот здесь идет с поддержкой макросов. Тип файла, поддержка макросов. Вот ее мы и указываем. Потому что иначе, если вы будете сохранять с расширением ППТ, ППТХ, 2003, 2007... Либо будут... Если будут работать, то очень корявенько будут сбои. Либо могут не работать вообще. Поэтому лучше сохранять с поддержкой макросов. Дальше. Идем в центр, в параметры. Так, сейчас посмотрю, успели мы или не успели. Где вот эти параметры устанавливать? С папками и со всем прочим. Так, что-то я с последним видео здесь... Да, немножко уже... Раскакиваю. Так, сейчас вам покажу. Вот. Нажимаю на стоп, а оно еще идет. Да, вот. Вот, когда сохраняем, вот ППТМ должно быть. Да, вот выбираем расширение с поддержкой макросов. Сохраняем презентацию и дальше в ней уже спокойно работаем. А потом дальше идем вот вниз, параметры. Выбираем центр управления безопасностью. Выбираем надежное расположение. Это вот как раз наши папки. Указываем, выбираем ту папку, где сидят наши презентации с макросами. Добавляем. Теперь она у нас считается надежной. Да, система ее будет воспринимать как надежной. Дальше идем там же в центре управления безопасностью. Выбираем параметры макросов. И вот здесь важно вот этот флажок поставить, включить все макросы и предоставить доступ к объектной модели. Это делается... Так, что-то у меня видео стало жить своей собственной жизнью. Это делается для того, чтобы... Не пугайтесь страшных слов, которые там написаны. Это мы просто делаем для того, чтобы иметь возможность вот здесь в редакторе править наши макросы. Значит, где макросы живут? Почему-то у меня уже под конец не хочет работать кнопка... О, сработала. Кнопка паузы. Да, то есть вот для нас важны две вот эти два параметра. Надежное расположение и правильная макроса при установке. Вот такой вот и закончился у меня видеопровал. На самом деле это действительно, я считаю, была большая ошибка, когда не получилось показать на скринкасте пошаговую инструкцию так, как это должно быть. Вот интересно, из участников кто-нибудь догадался, почему у меня это произошло? Ну, кроме того, что клавиша, да, действительно, нажимая на клавишу паузу, не сразу срабатывала. На клавишу пуск тоже не сразу срабатывала. Помимо этого, как вы думаете, в чем еще заключалась самая большая, наверное, ошибка, которую я допустила? Почему случился этот видеопровал? Ну, любые предположения просто попросите в меня в чате. Вырезаю и монтирую. О, близко, близко. Ага, отключить трансляцию ведущего. А знаете, что произошла очень простая вещь. Опять же, при подготовке, вот Елена Викторовна почти-почти рассинхронизация. Да, Хана, точно, рассинхронизация была, слушатели и я видели все в разное время, не сразу у меня сработал, потому что пустой экран, я вроде вижу одно, слушатели видят другое, вопрос. У меня не сразу срабатывала кнопка, запуталась в паузе, перемотке, а произошло это все по одной простой причине. Вот Елена Викторовна очень близко подошла, подошла к отгадке вопроса. Я записывала несколько скринкастов на разные кусочки, показывала их кусочками в презентации, а последний кусочек я забыла разрезать. То есть у меня две инструкции по двум эпизодам оказались в одном скринкасте. Я сначала показала один, а потом, когда мне надо было показывать вот этот самый последний, я начала путаться в таймере, переставлять курсор. И начинаю промахиваться, начинаю нервничать, переживать, кнопка запуск-пуск видео притормаживает, и происходит вот эта каша. То есть я поняла, что целиком записывать нельзя, надо записывать по кусочкам, кусочки резать, загружать отдельно, и потом еще проверять, чтобы не попадались вот такие вот сдвоенные кусочки. Но шишка была очень хорошая, очень, я считаю, что это вот, последняя часть вебинара она оказалась смазанной именно вот из-за этого, из-за этой неприятности. Еще одна вещь, которая мне присуща, сегодня она тоже была на вебинаре, наверное, в этот же трейлер и попадет, или триллер, наверное. Опять же, касается поведения, поведения за столом ведущего вебинаров. Это то, что я называла прыг-скок по катушке. Вот прыг-скок я вам сейчас покажу, как это выглядит. Просто собрала, правда, не со всех, но с части вебинаров. Когда смотрю на себя потом в записи, думаю, боже мой, что я творю? Я пускаю без звука, здесь звук не важен. Да, причем с разных вебинаров. И за разное время я посмотрела, что меня это на протяжении последних полутора лет, наверное, просто никуда. Стоя вести... Да, вот это вот. И даже сегодня я так понимаю, что в самом начале вот это вот оно было. Оно было. Это прыг-скок. Он был, есть и будет. Может быть, от того, что надо подвигаться. Ну, как-то надо, наверное, это со слушателями. Физкультурную паузу, наверное, объявлять, что ли. И второе, по катушке. Тоже иногда... Павел Игоревич шутит. Шутит прыг-скок камеры. Да, вместе с камерой по... А почему бы нет? Про покатушки. У меня компьютерный стул, он такой, это, вращающийся. И ручки тормоза на нем нет. Поэтому я стала замечать еще одну вещь, что либо во время ведения вебинара, либо это осознанно, вот такие покатушки происходят. Но, слава богу, вот такого пока вроде бы не было уже, хотя в самом начале оно было. За это я тоже получала очень сильно по ушам. Ну, легкие вот такие движения телом, может быть, непроизвольные. Если смотрю потом внимательно на свои записи, они есть, они сохраняются. Причем иногда это происходит даже не от волнения, не от того, что я начинаю так двигаться, а я начинаю двигаться, естественно, работая с клавиатурой, с мышкой, передвигаясь. А стул не закреплен, и он начинает вращаться, и я вместе с ним. То есть, вот надо как-то либо поменять стул на жесткую табуретку, либо, ну, просто на табуретке не могу сидеть из-за спины. А здесь удобная спинка. Либо подумать какой-то стоп-кадр для кресла, чтобы оно не уезжало вместе со мной. Евгения Юрьевна пишет. Бывало, звучали дрели-перфораторы, плакали дети, мяукали кошки на фоне. Ой, Евгения Юрьевна бывало и у меня. Кстати, о мяукающих кошках. Веду вебинар. Вроде я научилась вот эти прохождения хвостов по экрану удалять. Кошки перед вебинаром у меня изгоняются из помещения, дверь закрывается. Ну вот, веду вебинар, это где-то весной, по-моему, было. Про библиографию, серьезные темы мы обсуждаем. И вроде бы идет-идет живой разговор, и вдруг гробовое молчание, тишина в чате. Я спрошу коллеги, а вообще все живы, что случилось? Почему тихо? Мы слушаем. Я не слышу, у меня наушники. И только когда я убираю наушник, я слышу истошное хоровое мяу из-за двери. Им стало скучно. И вот это стадо котов слегка скребется в дверь. Этого, слава богу, слушатели не слышали. Но вот это хоровое мартовское мяу, оно было. Это было, конечно, ужасно. Он говорит, слушаем весенние песни. Теперь они сгоняются еще дальше, в другую комнату, чтобы уже вырваться точно не смогли. Ну, хотя иногда вот кто-то прорывается. Дрели, перфораторы, было, было. Но если с котами я еще могу как-то справиться, то вот эти форс-мажоры, они реально происходят. И лифт у меня за стенкой чинили, представляете, какой грохот стоял. Пришлось выйти, просто попросить рабочих, ребят, с 12 до часа, пожалуйста, потише. У меня вебинар, они не поняли, что такое вебинар, но просьбу потише они восприняли адекватно. Но пришлось действовать так, потому что это было невозможно просто находиться в помещении. Это Павел Юрьевич пишет, вебинар «Демократичная форма коммуникации привести к самоистязанию». Ну, нет, самоистязаться, конечно, не нужно. Засурского, который ввел… Ага, ввел из кафе. Ну, да, в принципе, гробовой тишины тоже не нужно, но все-таки как-то стараешься убирать лишнее из кадра. Да, ну вот эмоциональность, опять же, иногда проявляется, и я забываю, что меня видят слушатели, и все мои эмоции, они просто… Что чувствуют, то я на лице, то я прямо сейчас в эфире и в кадре. И самое страшное, вот мы подобрались к самому страшному, нам верно, это технические сбои. То, что я называю вылет с трассой, это когда отключается интернет. О, такое у меня было, к счастью, только в самом конце на вебинаре. Да, здесь я уже успела покаяться, слава Богу. И все. И причем я это замечаю только спустя какое-то время. Хорошо, что быстро заметила, что у меня подвисло изображение, подвисает компьютер, приходится выходить, перезагружаться. Слава Богу, что еще не было большого аншлага, поэтому мне удалось зайти в вебинарную комнату. Хуже, когда она наполнена под аншлаг, и тогда уже русская рулетка, смогу войти в вебинарную комнату или не смогу. И это, конечно, большая трагедия, большая беда. Вот здесь как раз регламент ЧС и нужен. Кто-то должен быть, кто за шкирку тебя обратно в этот рафт затянет, иначе точно ко мне разобьешься. Хорошо, что это произошло в самом конце вебинара. Но был у меня, это вот из последних, был у меня вообще катастрофический вебинар, когда интернет слетел через пять минут после начала вебинара. И вот тут помогла связь с техникой. Просто слетел интернет. Вела я его из дома, и это было целое приключение. То есть хорошо, что у меня была связь на телефоне, позвонила техподдержка, говорю, попросите, пожалуйста, чтобы слушатели не расходились. А это был вебинар для, по-моему, преподавателей я его проводила, такой обучающий вебинар. И вот тут, а что делать? Переносить, отменять, а люди уже сидят, а у нас уже началось, да, где-то пять-десять минут прошло от начала. И это было целое приключение, потому что я хватаю ноутбук. Тогда хорошо я вела вебинар с ноутбука. Просто хватаю ноутбук в охапку, хватаю мужа в охапку, вернее, он хватает меня, потому что у меня истерика, я не знаю, что делать, это один из первых вебинаров, представляете, только начинаешь вести, еще не знаешь, что, как, в начале вебинарной деятельности, я имею в виду. И вот вдруг вот такое случается. Короче, мы за пять минут пробежали тот путь, который обычно проходим минут за 20 до ближайшего Макдональдса, и там по Wi-Fi, вот сказали про кафе, я вспомнила, тоже выходила по Wi-Fi вообще из Макдональдса, это было страшное дело, но хорошо было тепло, мы хотя бы на улице смогли разместиться. Но задержка на вебинаре была очень большая, очень значительная, но как-то это пришлось обыгрывать со слушателями, но я понимаю, что это, конечно, не очень хорошо, но эту пробежку я запомнила на всю жизнь. Так быстро я никогда в жизни еще, наверное, не бегала. Хорошо еще пришло в голову, что можно и что нужно сделать, чтобы спасти вебинар. И самое страшное, это для меня, например, самое страшное, это технический сбой, когда слушатели собрались, интернет есть, но слетает видео, звук, управление, презентация, то есть я как слушатель, я могу все видеть, я ничего не могу сделать, знаете, вот это ощущение беспомощности, и меня не видно, не слышно, видео не запускается. Это вот было у меня один раз, когда в момент все протестировали, все нормально, и накануне все правила выполнили. Как только нажали кнопку пуск, у меня вот такая история приключилась. И все, а люди уже собрались, а вебинар переносить нельзя. И тогда сделали просто, конечно, это было тоже такое быстрое решение форс-мажора, вышли на связь по скайпу, и через скайп я просто надиктовывала, глядя на вебинарную комнату, я просто говорила свой текст и просила своего второго, своего ведущего, он просто переключал слайды. То есть вот таким только образом удалось как бы спасти вебинар. Но тоже это, конечно, не очень хорошо, но от этого мы не застрахованы. Здесь остается только вот включать голову и придумывать какие-то нестандартные, а может быть стандартные, но для нас новые способы решения вопроса или проблемы. Но единственное, что я поняла для себя одно, от технических сбоев, от вот таких ошибок, от соседей с перфоратором, не застрахован никто. Единственное, что надо стараться, упав один раз на этом пороге, постараться его минимизировать и под рукой держать хотя бы, продумывать на будущее варианты отступления, отходов, английских выходов и дополнительных резервных каких-то решений. Потому что без этого просто никак, от этого мы не застрахованы. И самое страшное, наверное, не в том, что с тобой это случается, может даже это хорошо, чем больше шишек набиваешь, тем больше опыта зарабатываешь. Главное, чтобы это не остановилось системой и не происходило каждый раз. И я понимаю, что вот сегодня, слава богу, у меня все видео нормально запустились, проигрались, все сработало, потому что я учла опыт предыдущих шишек. Если из раза в раз просто повторяется одно и то же, и приходится оправдываться перед слушателями за одно и то же, это уже, наверное, неправильно, наверное, так и не должно быть. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, тоже одна из моих, наверное, больших шишек, но скорее, может быть, даже не шишек, а порогов, которые еще предстоит, наверное, пройти и набить шишки там, это так называемые промо-вебинары. Я для себя поняла, что мой стиль – это скорее информационный или информационно-методический обзорный вебинар. И там, где я делюсь, я рассказываю, я что-то показываю, какую-то информацию даю, может быть, обучающие такие вебинары. А вот с промо-вебинарами у меня как-то не складывается по жизни. Не находим мы с ними друг друга. Нет, был опыт, пыталась, конечно, проводить продающие вот эти промо-вебинары, там, приходите на мои курсы или покупайте наших слонов и прочее, прочее. Я не знаю, у меня это не получается. Я для себя такой вывод сделала, что у меня это не получается. Чего-то я не знаю. Как-то я не так, я неправильно строю, может быть, свои вебинары. Может быть, не в том стиле работаю, а вот в этом стиле я не знаю чего-то очень важного, очень главного и нужного. У меня не получается вот так рассказать, дать какую-то полезность, а потом так же вдохновенно все приходите, только на моем курсе. Я вас научу, вы никогда больше не будете ошибаться на вебинарах. Вы сможете проходить эти пороги за пять минут. Я вам дам такие фишки, секреты. Я не знаю, у меня не плывет. Вот сейчас, получается, меня об этом никто не просил. Эмоции откуда-то пошли. А когда мне говорят, нужно продать, это будет продающий вебинар, чтобы собрать слушателей на ваш курс, у меня моментально наступает ступор, и я либо завалю это мероприятие, я не смогу вот так подать эту информацию, либо я буду умиливать всеми возможными способами, чтобы только его не проводить. Вот здесь я не знаю честно, в чем скрывается причина, в чем скрывается проблема. Я понимаю, что вопросы здесь и сейчас, конечно, я не прошу и не пытаюсь найти. Ну, может быть, от того, что пока я нахожусь в позиции вот этого шамана, вот у кого действительно большая беда, те доходят. На самом деле доходят. Иногда, вы знаете, странные вещи происходят. Вдруг появляются там лички или письмо приходит от человека. Вы знаете, вот два года назад я был на вашем вебинаре по библиографии. Боже мой, два года назад человек был. А вот тут у меня возникла проблема, я никак не могу ее решить, не можете ли вы мне помочь. Но я понимаю, что это действительно большая беда, раз человек дошел, нашел где-то эти записи. Я не думаю, что он хранил мои контакты два года, посмотрев один случайный вебинар. Но это реальные случаи, которые иногда происходят. Так не восхваление себя, но меня это всегда удивляет. Как люди находят. Ну вот с промо-вебинарами пока никак. Поэтому рассказать, как надо вести вебинары или какие там шишки в промо-вебинаров скрываются для того, чтобы их обходить и успешно продавать свои курсы или программы, я не знаю, я не смогу, наверное. А вот про инструкционные и обучающие, я, пожалуй, ну есть чем поделиться. Есть еще много чем стоит, чем можно поделиться. Но время наше на исходе, поэтому тайминг это тоже одна из проблем. Поэтому академический формат затачивает под час тридцать. И как не обещаю каждый раз Павлу Юрьевичу, что вот сегодня точно-точно будет гораздо меньше. Все равно у меня выходит пока час тридцать. Это, наверное, тоже каюсь. Да, еще раз каюсь. Да, тайм-менеджер. Но вот час тридцать академических, наверное, изживать из себя буду очень долго. Но в час тридцать мы уложились, и поэтому, коллеги, единственный совет, который на сегодня, единственный секрет, который у меня есть по этой теме. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли, за то, что поделились своими впечатлениями, дали обратную связь, за то, что мы с вами пообщались сегодня и в чате, и, может быть, голосом. Очень здорово. У нас сегодня был даже сотый юбилейный вебинар, и вот такая честь выпала провести его мне. Большое вам спасибо. Приходите, приходите еще. Нас ждет много интересных тем. И передаю слово Павлу Юрьевичу, иначе буду еще долго прощаться. Это тоже. Продолжение следует... Я напоминаю, что на следующей неделе у нас будет полная неделя вебинаров. Приходите, будет очень интересная неделя. Всем желаю хороших выходных. А на новой неделе с новыми силами приходите в Директ Академию. Продолжение следует... Продолжение следует...